Это утро в Петербурге. Мы продолжаем. Уверен, что кто-то из наших зрителей на завтрак предпочитает сосиски. Однако не все сосиски одинаково полезны. Это, конечно, можно было бы предположить и нам, простым покупателям, но об этом предупреждают нас и эксперты на основании своих исследований. Общественный контроль провел проверку качества сосисок, в маркировке которых указан ГОСТ. Результаты показали. Из восьми образцов пять содержат добавки, не прописанные в составе. Вот такие сосиски можно, конечно, смело считать фальсификатом. Во всяком случае, так утверждают специалисты. И все-таки, а можем ли мы, потребители, выбрать на магазинных полках качественные сосиски? И как это сделать, обсудим в студии с председателем организации «Общественный контроль» Всеволодом Вишневецким. Всеволод, как всегда, рады вас видеть. Здравствуйте. Мне кажется, что вы проверяете в основном те продукты, которые маркированы ГОСТом. Почему? Ну, потому что мы можем сравнить состав фактически сосисок, который мы проверяем, с тем составом, который предусмотрен ГОСТом. Если мы берем сосиски, сделанные ПТУ, то технические условия – это секрет производителя. Они нам неизвестны. Он не обязан нам, потребителям, рассказывать все подробности этих технических условий. А ГОСТ – это документ, который в свободном доступе известен и нам, и производителям. Поэтому мы можем всегда сравнить то, что написано в ГОСТе, и то, что по факту мы видим в сосисках. И какие нарушения-то выявлены в результате? Ну вот, отталкиваясь от вашей, Михаил, фразы, что не все сосиски одинаково полезны. Вообще сосиски – это крайне неполезный продукт. И нет полезных сосисок, чтобы потребители это понимали. Но красивые, ГОСТ. Но красивые, да. Уже только потому, что, например, в сосисках молочных масса водолей жира – 28%. Представляете себе, да? То есть сосиски на треть состоят из жира. Из жира просто-напросто. Да, поэтому те, кто кушает сосиски на завтрак, имейте это в виду, не стоит ими злоупотреблять. Ну, мне кажется, злоупотреблять ими не стоит все-таки на ужин. На завтрак-то как раз, может быть, можно. Ну, можно, но опять-таки не каждый день. Потому что в сосисках есть различные добавки, что и выявила очередная проверка общественного контроля. Из восьми образцов, проверенных общественным контролем в лаборатории Росстандарта, только три образца прошли проверку. Опять оказались забракованы по разным физико-химическим показателям. В чем там нарушение? А вот расскажите. Обнаружены добавки, различные добавки, которые не предусмотрены рецептурой ГОСТа. По ТУ они допускаются, а вот по ГОСТу, извините, нет. Какие-то добавки. Коллагеновый животный белок. Это что такое? Коллагеновый животный белок – это такая влагоудерживающая добавка, которая изготавливается из свиной шкурки, из крови. И она призвана сдерживать влагу. Потому что задача изготовителя какая? Добавить меньше мяса и заменить эти мясные составляющие добавками. Так вот, эти добавки, они, по сути, одна часть добавки заменяет пять частей мяса. По статистике, конечно, технологи, но то они и технологи, чтобы придумать различные хитрости, ухищрения по сокращению мясной составляющей и увеличению объема, собственно говоря, сосиска за счет добавок. Поэтому сюда идут коллагеновый животный белок. Раз. Было выявлено мясо птицы механической обвалки. Что это такое? Мясо птицы – это самое дешевое сырье, которое соскребается с кости птицы. Оно очень бедное белком. То есть это не то сырье, которое допускается по ГОСТу. Потому что по ГОСТу только свинина и говядина. Мясо птицы исключено. А мясо птицы механической обвалки тем более. Что такое механическая обвалка? Это когда тушку обваливают, так сказать, и соскребают мясо. А, это вот именно этот процесс соскребания? На кости остается, собственно говоря, то сырье, обрезь непосредственно, которая не должна идти на ГОСТовские сосиски. Но тут сказано, что найден еще крахмал, камедь. Камедь и каргенан – это загустители, которые связывают структуру фарша. Крахмал для чего используют? Для того, чтобы можно было в фарш сосиски добавить больше влаги. Вообще, по стандартной рецептуре ГОСТовской влаги можно добавлять от 2 до 4%. Но изготовители идут на разные ухищрения. Они добавляют клетчатку, которая позволяет доводить количество влаги до 20%. А крахмал удерживает эту всю консистенцию в том виде, в котором необходимы нам, потребителям. Чтобы сосиски имели форму, были привлекательными на вид и так далее. И теперь мы подходим к самому главному. Есть у нас шанс все-таки качественные сосиски и как нам их определить? Так, вот, в принципе, шанс есть. Достаточно открыть газету «Петербургское качество» или сайт нашего издания, где мы публикуем все наши исследования. Могу сказать, что из 8 образцов 5 оказались не соответствующим требованиям ГОСТа. Из этих 5 – трое представители московского региона. Один из Владимирской области и один из Санкт-Петербурга. Это те образцы, которые не прошли проверку. То есть смотрим на изготовителя, читаем экспертизу общественного контроля, которая на сайте публикована, и делаем, ставим себе на заметку, что вот этих изготовителей мы не покупаем, потому что они обманут потребителей. Дальше. Смотрим на стоимость. Сегодня килограмм сосисок, сделанных по ГОСТу, на полке магазина не может стоить дешевле 550 рублей за килограмм. Всегда пересчитывайте цену за килограмм, потому что магазин указывает стоимость упаковки. Там за 300 грамм, за 500 грамм. И вы не всегда можете понять, насколько реально стоит килограмм этих сосисок. Не меньше 550 рублей. Да, это вот минимальная планка качественных сосисок. Дальше. Смотрим, конечно, на состав, на внешний вид упаковки. Там не должно быть влаги. Сосиски даже хранятся при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов. Всегда можно найти глазами термодатчик, термометр и в этом убедиться. Если температура выше, соответственно, сосиски, которые имеют срок хранения до 20 суток, при нарушении температурного режима, они могут уже быть опасными для употребления. То есть не только на вкусовые качества все это дело влияет, но и, конечно, на... И на безопасность, если магазин не соблюдает температуру хранения. То есть смотрим на изготовителя, смотрим на состав. И вот еще один... Смотрим на цену. Смотрим на цену. И еще один хитрый прием, который я хотел рассказать телезрителям, как вводят в заблуждение маркетологи. Например, сейчас очень много образцов сосисок, где на упаковке, например, крупно указан ГОСТ. Хотя этот ГОСТ, в стране, не на сосиски, а на сырье, из которого оно сделано, например, на молоко. И на фоне этого ГОСТа нарисовано крынка молока. И написано, крупно ГОСТ. А когда переворачиваешь упаковку, читаешь, что это обычные ТУшные сосиски. Но слово ГОСТ настолько привлекательно для потребителя, что потребитель уже не читает информацию сзади в упаковке, а просто берет оперативную эту упаковку в корзинку. Дальше, имейте в виду, что есть название сосисок, например, говяжьи, молочные, сливочные. Это название, которое охраняется ГОСТом. И сегодня наготовители нарушают это требование и указывают говяжьи, например, а наоборот указаны на технические условия. То есть обязательно переворачивайте упаковку и читайте информацию на задней стороне упаковки. Все понятно. Будем бдительны. Спасибо, Всеволод. Спасибо вам большое за эти советы, действительно лайфхаки.